здравствуйте уважаемые ребята я снова рада вас видеть на нашем занятии по русскому языку сегодня мы продолжаем говорить о сложном предложении конкретно о сложном подчиненном то есть об сс это уже девятый урок наш по счету так начнем сложно подчиненное предложение коротко спп это предложение в котором есть главное предложение и одно или несколько предаточных то есть зависимых предаточные предложения подчиняются главному отвечает на вопросы членов предложения предаточные предложения могут стоять перед главным предложением например с тех пор, как Нонна отказала Андрею, старик был с Нонной официально сух. Смотрим на схему этого предложения. Обратите внимание, что в схеме одно употреблено, в одном случае употреблены квадратные скобки, а в другом круглый. Почему? Потому что в одном случае у нас главное предложение, а во втором зависимое. Мы должны показать, что связь между ними не сочинительная, а именно подчинительная. Поэтому всегда зависимые предложения мы берем в круглые скобки, а главное предложение всегда в квадратные. Запомните, это главное отличие СПП от ССП. Если будет по-другому, это будет считаться грубейшей ошибкой. Смотрим дальше. Предаточные могут стоять после главного предложения. Смотрим пример. Она не сводила глаз дороги, что ведет через рощу. С дороги, который в данном случае у нас вопрос задается. И вот первое предложение, оно главное, берем в квадратные скобки, а второе уже зависимое и, соответственно, в круглые скобки. Теперь предаточные предложения могут быть в середине предложения, вот этого главного. Смотрим, как это выглядит. И вечерком, когда все кошки серы, князь отправился подышать чистым воздухом. Смотрим. Вот главное предложение, оно целиком, внутри него зависимое предаточное, которое обособлено. Мы же должны показать границу этих предложений. Вот и сам союз, который нам нужен. Идем дальше. Предаточные предложения могут относиться к одному слову в главном предложении или ко всему главному предложению. К одному слову в главном предложении относятся следующие типы предаточных. Предаточные, подлежащие, сказуемые, определительные, изъяснительные и предаточные образы действия и степени. А к главному, ко всему главному предложению обычно относятся следующие типы предаточных. Это предаточные места, времени, причины, следствия, сравнения, цели, условия, уступки. То есть все обстоятельственные типы, кроме образа действия и степени. Это надо запомнить. Теперь мы должны разграничивать союзы от союзных слов. Смотрим. Отличительные признаки. Для начала. Союзы не являются членами предложения. Например, он сказал, что сестра не вернется к ужину. Что в данном случае союз и не является никаким членом предложения. В отличие от союзных слов, которые являются членами предложения. Например, она не сводила глаз дороги. Что ведет через рощу? Здесь что у нас выступает в роли союзного слова. Обратите внимание, что одно и то же слово может быть и союзом, и союзным словом в зависимости от ситуации, в зависимости от контекста в случае языка знания. Смотрим дальше. Часто союз можно изъять из предаточного предложения. Сравните. Он сказал, что сестра не вернется к ужину. Он сказал, двоеточие, сестра не вернется к ужину. В данном случае с, в данном случае вот это сложное предложение, мы трансформируем в бессоюзное сложное предложение. Вот тогда это обычно всегда союз. Поскольку союзное слово член предаточного предложения, вы не можете просто так от него избавиться. Его нельзя изъять без изменения смысла. Например, она не сводила глаз дороги, что ведет через рощу. Невозможно сказать правильно по-русски. Она не сводила глаз дороги, ведет через рощу. Видите, совсем меняется контекст, совсем меняется смысл предложения. На союз не может падать логическое ударение. А вот на союзное слово может. Я знаю, что он будет делать завтра. В данном случае логическое ударение у нас на этом союзном слове что. После союза нельзя поставить частицы же именно. Соответственно, в союзном, послесоюзных слов можно. Смотрим примеры. Я знаю, что же он будет делать завтра. Я знаю, что именно он будет делать завтра. Союз нельзя заменить указательным местоимением или местоименным наречием. Союзное слово можно. Смотрим примеры. Я знаю, что он будет делать завтра. Я знаю, это он будет делать завтра. Или я знаю, где он был вчера. Я знаю, там он был вчера и так далее. То есть это не совсем то же самое, но по контексту подходит. Теперь поговорим о плане разбора сложно подчиненного предложения. Здесь уже пунктов будет побольше, потому что одно предложение главное, другое зависимое. В первую очередь, конечно же, вы должны указать тип сложного предложения. Или это будет ССП, или это будет СПП. Дальше, конечно же, или это вообще бессоюзное сложное предложение. Следующее вы должны назвать главное предложение и предаточное. То есть указать. Выделить грамматические основы. Дальше. Вы должны указать, к чему относится предаточное предложение. Ко всему предложению или же к одному слову в главном предложении. Дальше определить тип предаточного предложения. Оно может быть изъяснительным, оно может быть определительным, оно может быть обстоятельственным. Указать средство связи. Союз или же союзное слово. Может быть также указательное, если оно есть в главном предложении. Следующее вы должны указать место предаточного предложения по отношению к главному предложению. Мы с вами смотрели. Оно может стоять до, после или же вообще внутри. И, конечно же, в конце, на основе ваших выводов, вы строите схему этого предложения. Смотрим образец. Молодые люди так потрясены этой встречей, что некоторое время молчат, глядя на нас. Смотрим определение теперь. Предложение это сложно подчиненное. Состоит из двух простых предложений. Главное предложение здесь. Молодые люди так потрясены этой встречей. Грамматическая основа. Молодые люди потрясены. Теперь предаточная в этом вторая часть. Что некоторое время молчат, глядя на нас. Грамматическая основа в этом предложении. Молчат, опущены, подлежащие. Молодые люди, да, потому что подразумевается, чтобы одно и то же два раза не повторять. Предаточная относится к сказуемому потрясены, выраженному кратким причастием. Предаточная образа действия и степени. Средство связи. Союз что. И указательное слово так. В главном предложении оно находится. Предаточное предложение стоит после главного предложения. И внизу схема квадратные скобки. Внутри краткое причастие плюс указательное слово, то есть к чему относится. Запятая. Теперь уже круглые скобки пошли. Что в данном случае это союз, да. Который в целом у нас идет предаточная образа действия и степени. Опять же ничего сложного. Надеюсь вам все было понятно. Спасибо вам за внимание. Надеюсь видеть вас на следующих занятиях. Субтитры создавал DimaTorzok